МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкаля на канале Ангара Медиа. С вами Надежда Фролова. Обжаловать наложенный штраф в 15 миллионов рублей за нарушение закона защиты конкуренции собирается компания, построившая детский сад в 22-м микрорайоне Ангарска. Об этом накануне рассказал руководитель областного управления антибонопольной службы Александр Кулиш. Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» мэрия округа выкупила у подрядчика здание под учреждение образования почти за 300 миллионов рублей. Однако ранее контракт был заключен без проведения торгов, фирму оштрафовали, она подала апелляцию, но суд встал на сторону УФАС. Месяц без горячей воды. В таких условиях находятся жители микрорайонов «Цементников» и «Шеститысячника». Сроки подключения ресурсоснабжающей организации постоянно сдвигает. Ближайшая дата 6 августа, но люди уже ничему не верят. Двухмесячный Захар пока бодрствует. В кроватке тепло и уютно, родные рядом. Это квартира Елены Ефимовой в одном из многих домов «Цемпоселка» и «Шеститысячника», где нет горячей воды. А для малыша она необходима. Вот и приходится кипятить холодную. Вот это холодная вода, а вот это горячая. Горячая вода пропала больше месяца назад. Причем даты ее возвращения постоянно меняют. Сначала с первого по четвертое, потом с четвертое по семнадцатого. Сейчас уже с семнадцатого по тридцать первое. Вчера опять воды нету и опять пишут, что будет шестого числа. То есть у нас уже крик души, потому что мы не знаем, что делать у нас. Ну, сами понимаете, нет горячей воды. Это ужасно. То есть вот я могу показать. У меня маленький ребенок. Вот это вот его тазики, крынки. Это все на свете, это нас уже просто вот здесь сидит. Очень, не знаю, чтобы на нас обратил кто-нибудь уже внимание. Из-за того, что нет горячей воды, не работает местный детский сад. Точнее, второй корпус 76-го. Людям приходится возить ребятишек в основной. Он расположен в 29-м микрорайоне. А потому что воду приходится нагревать, серьезно увеличились расходы на электричество. Кроме того, у местных есть опасения. Обитателям квартир, в которых нет счетчиков расхода горячей воды, придется платить за июль по среднему тарифу. С просьбой решить проблему жители этого отдаленного, не только от города, но и от власти, держащих микрорайона, обращались, наверное, во все инстанции. Мы и так отдаленный район. Столько пенсионеров, столько многодетных семей. Маленькие ребятишки, тем более лето. Все мараются, люди с работы приезжают, не помыться, ничего. Элементарно, греем чайнички, наливаем в тазики, в кастрюльки и моемся. По-другому никак. Никаких ответов от официальных наших запросов нет. Есть у жителей к энергетикам еще одна претензия. Как рассказывают люди, в прошлом году во время деконструкции молодежного центра был поврежден силовой кабель. Восстанавливать его не стали, но чтобы население не сидело без света, провели временные провода. Впрочем, слово «провели» стоит заменить на «бросили». Они болтаются на стенах домов, опасно висят над входом в подъезд. Вот эти ящики, я не знаю, как они называются, от нашего дома и к соседнему. Сборки. Сборки. Они открытые. Животные. Дождь. Самое главное – дети. Дети. И мы вот везде в ЖЭКе обращались, и в наш, и в Центр, и в Иркутской энергии. И при мне Галина… Ой, Татьяна Егоровна звонила. Нет кабеля. Ответ. Приняли к сведению, кабеля нет. Но так же невозможно жить, вы понимаете. Я вот пенсионерка, я постоянно дома, я постоянно за этими детьми слежу. Но это же не дело, я не сторож. Недовольны люди и качеством ремонта улицы Лесной. По их словам, работы ведут с длительными паузами. Мастера по укладке асфальта появляются нечасто. Пока установлены бордюры. В итоге проезжая часть стала уже. А потому, например, два встречных больших транспорта разъехаться уже не могут. Два автобуса, они не могут разъехаться. Ну, как бы, вот это проблема. Цемзавончане, которые, ну, жители поселка нашего, работающие на цемзаводе, они идут, кто-то прям с дальнего края цемпоселка идет, вон на тот поворот, где вон стоит желтый автомобиль, наверное, будет видно его, туда идут на остановку. Там у людей теперь, у работников цемзавода, остановка вон там. Половина людей ходит через лес. Вообще другой дорогой по другой стороне поселка. Но это так, это вообще не должно. Я как бы сам автомобилист и просто сам офигел, насколько сократили дорогу. Так и живут жители шеститысячника и цемпоселка, территории которой носят современное название микрорайон. Без горячей воды с опасными кабелями. Живут и ждут, может быть. На эти проблемы обратят внимание надзорные органы и как-нибудь повлияют на тех, кто отвечает за нормальное жизнеобеспечение людей. Альберт Идомни, Новости 360, Ангарск. И еще об энергетиках. С начала текущего года жители при Ангаре направили в антимонопольную службу более 1100 жалоб. Причина – отказ в подключении домов к электросетям. Вынесено свыше 500 постановлений. Сумма штрафов в отношении энергокомпании составила почти 25,5 миллионов рублей. С учетом части санкций, наложенных ранее, компании выплатили почти 40 миллионов. Также в отношении должностных лиц следователи завели уголовное дело. Не переключайтесь. Далее немного полезной рекламы. Планета здоровья приглашает целеустремленных и энергичных заведующих аптек и фармацевтов. Зарплата заведующих от 80 до 100 тысяч рублей. Фармацевтов от 60 до 100 тысяч рублей. Звоните 8 800 755 2002. Подробности на сайте планетаздорова.ру Автошкола СТК. Обучение и переподготовка водителей всех категорий. Обучаем теории. Занятия на автотренажерах, вождение на новых автомобилях, знакомство с маршрутами. Автошкола СТК. Более 40 лет обучаем безаварийной езде. Свой шашлык в комфортных условиях. Гриль-домики с панорамными окнами в сосновом лесу. Теплые полы, вода, канализация, кухня, оснащенная всем необходимым. А еще телевизор и аудиосистема. Мангальная зона снаружи и внутри помещения. Отличный вариант для семейных праздников и корпоративов. 225-й квартал СНТ «Космос». Массовые проверки по выявлению нарушений правил дорожного движения мотоциклистами провели сотрудники Ангарской госавтоинспекции, отдела по делам несовершеннолетних и специалисты КДН. Рейды проходили не только в черте города, но и в отдаленных территориях. Скрытые патрули фиксировали граждан на железных конях и передавали информацию экипажам ДПС. За два дня проверок правоохранители составили более 10 материалов за различные правонарушения. Как выяснилось, байками управляли и несовершеннолетние. Штрафы выписаны шести законным представителям. Уважаемые родители, прежде чем приобрести мотоцикл или мотоцикл для своего неченнолетнего сына или дочери и разрешить управлять летними транспорта, не следствием, не задумайтесь о жизни и здоровье своего ребенка. Не подвергайте детей опасности, не решайте радостных дней, ведь после аварии таких жизненных моментов может не быть. Сотрудники ангарского гарнизона МЧС ликвидировали возгорание и выручали людей. Пожарно-тактические учения прошли накануне. Затем, как спасатели работают в экстремальных условиях, наблюдала наша съемочная группа. На условный пожар во дворце спорта Ермак выехали 10 единиц пожарной техники, порядка 30 человек личного состава. Ситуация полностью приближена к реальной. Специальное снаряжение, огнеупорные костюмы и слаженный механизм работы. По легенде, пожар произошел на третьем этаже здания. Личный состав проводит совместные действия с персоналом учреждения и эвакуирует людей. Согласно плану профессиональной подготовки на 2024 год, сегодня проводится учение на дворе спорта Ермак. По легенде, у нас произошел пожар на третьем этаже. Возможное распространение пожара в лифтовую шахту. Ну и, возможно, возгорание кровли. На данных учениях мы проводим отработку совместных действий с обслуживающим персоналом. Значит, будет проводиться эвакуация с здания. Ну и отработка действий подразделений Ангарского гарнизона пожарной охраны по тушению данного пожара. Во время учения проверяли навыки не только пожарных, но и представители учреждения. Это делается для того, чтобы при возникновении ЧАЭС персонал действовал по отработанному плану и смог помочь другим. Ксения Высоцкая, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Никто, кроме нас. В Ангарске крылатая пехота отметила 94-ю годовщину воздушно-десантных войск. Итак, смотрим. Нет еще и 10 утра. К памятнику в Парке Победы уже подходят ветераны ВДВ. Сегодня они отмечают 94-й день рождения этого рода войск. Многие пришли целыми семьями, чтобы отдать дань уважению павшим товарищам и отметить знаменательную дату, взяли отгул на работе. Праздник связывает целое поколение людей, служивших в воздушно-десантных войсках. В этот день вспоминают товарищи и подают пример молодежи. Мне по долгу службы приходилось не один раз взаимодействовать с подразделениями воздушно-десантных войск. Ребята всегда отмечались действительно мужеством, героизмом, самоотверженностью. Ну, знаете, надежно, если в чем мне говорить про вас. Вы сами понимаете прекрасно. Вот, и сами себя помните молодыми, да и сейчас тоже можно положиться во всех ситуациях. Поэтому хочу пожелать вам, вашим семьям, здесь много ребятишек, приятно, жены, внуки, что вы передаете из поколения в поколение вот это вот традиции, славные традиции, боевые традиции воздушно-десантных войск вот этому нашему подрастающему поколению. А они – это наше будущее, будущее России. На долю десантников всегда выпадали сложные миссии. Будь то война в Афганистане, разного рода локальные конфликты на Северном Кавказе и других боевых точках. Крылатая пехота всегда на острие ножа и с доблестью и отвагой выполняет свои задачи. После окончания небольшого митинга к памятнику павшим возложили цветы. Альберт Идомни, новости 360 Ангарск. В профилактической акции для предотвращения ДТП с пешеходами госавтоинспекции приняли участие хоккеисты команды «Ермак-2014». Юные спортсмены всегда с радостью помогают дорожным полицейским. На этот раз на улицах Социалистической и Фестивальной вблизи пешеходных переходов они нанесли краской с помощью трафаретов обращения к ангарчанам и гостям города. Как считают мальчишки, благодаря лозунгам количество ДТП с пешеходами станет меньше. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Ангарск-360». Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. В Байкальске 3 августа преимущественно солнечно. Днем температура воздуха составит 22 градуса. В темное время до плюс 14. Ветер северо-западный 1,3 м в секунду. Атмосферное давление 712 мм ртутного столба. В Листвянке почти такая же погода. Днем температура воздуха составит 20 градусов. Ночью на термометре можно будет наблюдать плюс 14. Ветер северо-западный 2,4 м в секунду. Сделать отдых детей интересным и полезным поможет Центр семейного отдыха «Би-би-кафе». Максимум свободы под присмотром профессионалов. Выполнены домашние задания, мастер-классы, прогулки, соревнования, посещение выставок, различные развлечения. Открыта предварительная запись на продленку на новый учебный год. Центр «Би-би-кафе» по адресу 33 микрорайон, дом 9Е. Телефон 8 950 120 77 74. Вау! Уникальный многоцелевой центр семейного отдыха «Би-би-кафе». У нас можно учиться, развиваться и отдыхать. Обучающие игры в собственном кинозале, семейные праздники и школьная продленка – все это в «Би-би-кафе». Мы создаем мир счастливых родителей. 33 микрорайон, дом 9. А теперь о погоде в Ангарске. В субботу солнечно, днем 26 жары, ночью плюс 12 градусов. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Ангара Медиа. Ангара Медиа. Ангара Медиа. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok